Россия усиливает ядерную риторику на фоне недавнего изменения доктрины и заявлений Владимира Зеленского об украинском плане победы. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС из России осуществили запланированное патрулирование над нейтральными водами Японского моря, как сообщает Министерство обороны РФ. Продолжительность полета составила около 10 часов, говорится в сообщении военного ведомства. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, добавили в Министерстве. Поддержку бомбардировщикам обеспечивали истребители Су-30 ВКС РФ. Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей, сообщили военные. Министерство обороны России также опубликовало видео с момента полета Ту-95МС и их возвращения на базу. Стратегические ракетоносцы входят в состав дальней авиации Воздушно-космических сил России. Эти самолеты составляют воздушный компонент ядерной триады страны, а также могут выполнять удары с использованием обычного ракетного и бомбового вооружения, включая крылатые ракеты. Кроме того, Министерство обороны России показало видео развертывания мобильных пусковых установок ракет ЯРС, способных нести ядерные боеголовки. По информации ведомства, операторы стратегических ракет выполняли различные задачи, включая маневрирование во время боевого патрулирования. Мобильные пусковые установки ЯРС, которые могут нести ядерное оружие, являются частью стратегических ядерных сил России и обладают дальностью до 11 тысяч километров, что позволяет им поражать цели в США и доставлять несколько ядерных боеголовок. Российские войска отрабатывали перемещение ракет в полевых условиях на расстоянии до 100 километров, используя маскировку для защиты от воздушных атак и диверсионных действий противника, сообщает Минобороны. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва расширила перечень сценариев, при которых может быть применено ядерное оружие, фактически снизив порог его использования. Украина обвинила Москву в ядерном шантаже, а новый генсек НАТО Марк Рюта заявил, что альянс не поддается российским угрозам. Учения прошли в Тверской области, совпадая с завершением ежегодных ядерных учений НАТО, в то время как президент Украины Владимир Зеленский представил план победы Киева. Ранее сообщалось, что президент Украины намекнул на возможность возобновления ядерной программы страны, заявив, что создание ядерного оружия может занять всего несколько недель, если это потребуется для защиты от потенциальных угроз со стороны России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова